Сотрудники Асбестовской госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения двух автомобилей в центре города. В результате происшествия на перекрестке Ленина-Ленинградская пострадали несколько человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня в 18.30 на перекрестке Ленина-Ленинградская. Автомобиль «Опель Астра» под управлением женщины с водительским стажем 8 лет двигался со скоростью около 20-30 км в час. По словам водителя, она видела приближающийся встречный ВАЗ-2104, но подумала, что успеет повернуть налево, однако маневр закончился столкновением двух автомобилей. Как сообщили в ГИБДД, 42-летняя женщина за рулем «Опель Астра» направлялась по проспекту Ленина со стороны улицы Ладыжинского. При повороте налево по разрешающему сигналу светофора не уступила дорогу ВАЗ-2104, водитель которого намеревался проехать перекресток прямо в сторону городского кольца. По словам 47-летнего водителя четверки, он тоже видел приближающийся «Опель» с левым сигналом поворота и был уверен в приоритете, поэтому продолжил движение прямо. Однако понял, что дорогу ему не уступает и во избежание столкновения стал смещаться правее и снижать скорость. Но эти попытки не увенчались успехом. В результате происшествия наиболее серьезные травмы получила 57-летняя пассажирка четверки. В больнице врачи диагностировали у нее множественные переломы ребер справа. Пострадала и водитель «Опеля», у нее перелом грудины. В столкновении ушибы получил 8-летний пассажир четверки. От более серьезных травм его уберегло детское удерживающее устройство, в котором его перевозили родители. В отношении водителя «Опеля» был составлен административный материал. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей, прокомментировали в местной госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при проезде перекрестков. Спешка в этом деле может привести к трагедии. Помните, что ошибки водителей на перекрестках – это вторая по распространенности причина происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова